Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Кастл Шторм, добро пожаловать в Викинг Ландию, это у нас компания за викингов и вы помните, что здесь мы с вами боролись за кристалл, то есть мы уничтожили, да, и потом у нас миссия была дана, это встреча с вождем, вот смотрите, защитник кристалла, красный самоцвет, лазерное шоу, да, и встреча с вождем, вот у нас миссия. Так смотрите, что самое интересное, я зашел в королевское задание, перешел в последнюю вкладочку, да, Бладгард, расплата и смотрите, что здесь написано, защитник кристалла 2, ну что же, я думаю, что нужно этот уровень пройти, потому что я уже ничему не удивлюсь, друзья мои, потому что мы с вами каждый раз что-то получаем новенькое, в общем уничтожить опять же мне нужно этот синий кристалл, я вначале думал, что может быть стоит его сделать за кадром, но решил все-таки записать, мало ли что там откроется новенькое и это будет пропущено мной, но здесь, друзья мои, то же самое, те же самые диалоги, то есть мы приходим сюда вместе с Фрей, вот она у нас стоит, то есть сэр Гаррит стоит тоже, они так же говорят, что типа, ну, можно уничтожить, встречает нас вождь Овнарок, ну и мы, как говорится, хотим уничтожить этот камень, поэтому, друзья, давайте уничтожим и заодно посмотрим, что будет. Викинги в бой, понятно, викинги в бой, но наша основная задача уничтожить, конечно же, вот этот вот синий самоцвет, так, что у нас тут есть, лучники, ой, знаешь, кого нам не хватает здесь, мне не хватает моих любимых пушкарей, они бы мне здесь, кстати, очень хорошо помогали бы стрелять по этому кристаллу. После того, как мы уничтожим этот кристалл, если здесь не будет никакого дальнейшего прохождения, друзья, мы с вами пойдем, наверное, с вождем Овнарогом драться, так, секундочку, ну, куда ты прешь, а, псина, куда ты прешь, вау, так, погоди-ка, давай, голем, вперед, нахлобучивай их тут всех, я сзади нашего жреца поставил, а что, жрец, разве не хиляет, нет, хиляет, все, отлично, Давай тогда лучников выставим, в общем, в любом случае, нам нужно с вами ждать хороших снарядов для того, чтобы уничтожить нам этот кристалл, как видите, ничего его пока не берет, а ну-ка, слушай, я так припарюсь и сейчас, оу, тут еще и тролли у нас, тролль теперь за нас, хе-хе-хе-хе, а ну-ка, вот так, отлично, так, ну что, пока эти ребята там у нас разбираются, А мы с вами, а что мы с вами сделаем? Нам нужны только лишь снаряды, ну, понимаете, да? Давай, бомбить, ну-ка, ага, кристалл, кстати, когда был синим, да, очень синим таким, то, скорее всего, он мог получить обалденные повреждения, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Ай, что же делают, а? Что же делают эти ироды? Давай уничтожим. Нормуль. Кристалл пока пульсирует. Пускай пульсирует, ребят. Мы с вами уже знаем, как его уничтожать. Когда он становится полностью синим, естественно. Нужно в него бомбить. Со всех, как говорится, пушек. Вот, видите, он синеньким стал. Смотри. А, нет, 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 ребят. Я ошибся, видимо. Я думал, что когда он вот так вот синеет. Чересчур. Можно будет его, как говорится, побольше урона нанести. Но я... Ты смотри, что делай. Ты смотри, что делай. Тогда и мы сделаем. Вперед, волна! Это я сделал только ради того, чтобы уничтожить этого пушкаря. Да, глупо. Вау! Смачно. Вот сейчас я звезданул. Очень смачно. Так, подожди. Это же мой. Это мой, да? А зачем? А, нет. Я думал, что лучник по нему стреляет. Нет, все хорошо. И, кстати, друзья, спасибо вам за подсказку, которую вы мне дали, как справиться с вождем. Я, конечно, попробую. В общем, смысл такой. Надо будет замораживать троллей гигантских, да? И потом по ним стрелять. То есть, они должны будут просто рассыпаться, как ледяшки. Вау! Иди отсюда, хламон. Ты уже достал меня тут. Бегаешь он. И, кстати, помните, я накопил 20 тысяч голды, да, друзья мои? Я их сфукал все. Просто сфукал. Знаете, на кого? Вы не поверите. На лорда Руфуса. Ой, Руфуса. Помните рыцарь, которого мы с вами получили? Вот я на него потратился. Я совсем забыл, что у нас идет общая казна. Я думал, что у нас, как бы, за викингов это одна история, да? За людей это другая. Нет, у нас здесь общая казна. Поэтому я потратил нечаянно все деньги. Но я думаю, что мы справимся с вождем, с авнорогом и без голды. Я же хотел драконов, вроде как, прокачать себе. Что ты наделал, безмозглый дурак? Только то, что я должен был сделать. Думаешь, это очень весело, да? Разрушить чужую мечту о власти над миром. В твоем случае, да. Но у меня еще остался мой самоцвет слез. Красный. Блин, вот мне бы самоцвета 2 получить бы, да? И красный, и синий. И тогда бы все было бы вообще замечательно. И я все еще не победим. Это ненадолго. В общем, друзья, я закончил. Смотрите-ка, даже меньше, чем за 4 минуты. Хо-хо, вот это вот приятная новость. Так, ну что же. Я надеюсь, что здесь полностью мы с вами прошли. Да нет, смотрите, опять. Красный самоцвет 2. Уничтожьте красный самоцвет слез. Закончите задание за 4 минуты. Ну что же, поехали, друзья. Конечно же, будем стараться. До этого мы синий уничтожали, а теперь будем уничтожать красный. Так, что это за охламот тут крадется втихаря? А? Что? Так, красный самоцвет, сколько мы помним, это самоцвет огня, да? То есть это лазер. Будет нехило прожигать. Так, что давай. Смотри, что он делает, а? Он мне по зданию бомбит. Оу-оу-оу-оу. Так, а мы теперь тоже зарядим. Ну-ка. Опс. Не понял. Вот сейчас вот юмора я. То есть мы можем в него стрелять только... Только когда он без защиты, что ли? Нет, вот, сейчас хорошо. Бомбанули. Так. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай этого тролля. Что это за ничтожный урон? Так, нам, по-моему, пора вызвать ангела. Совсем-совсем другое дело. Так, давай-ка я вот так вот поставлю. И бомбанем снарядиком. Какой-то вообще ничтожный урон на самом деле. Не хватает мне моих родных пушкарей здесь. Ой, как не хватает, друзья мои. Пушкари это вещь. Ну ладно, надеюсь. За 4 минуты, конечно, мы вряд ли с вами тут справимся. Мне кажется, да? Ну, уничтожить красный кристалл у нас в любом случае с вами получится. Вот, смотри, без защиты пока. Да елки-палки. Слишком он быстро ее активирует. Вот. Я, значит, был прав. То есть, когда у него нету вот этого вот поля, надо бомбить. В другом любом случае у нас не получится уничтожить. Вот, 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 вот. Вот не хватает мне моих вот пушкарей. Хоть ты тут тресни. Не хватает их. Вот. Значит, все-таки проще, наверное, копьями стрелять, да? Потому что они быстрее летят и эффективнее. То есть, надо просто выждать, когда у него слетит вот эта вот защита в поле. И просто стрелять. Так я, пожалуй, буду поступать. Ну что же, вот так вот. На опережение стрелять, друзья. Так, вызываем голема. Давай, давай, голем, иди. О, смотрите. Сейчас у него нет защиты. Ну, нормуль, получилось. А если я звездану в этот момент, наверное, снарядом, особенно вот этим вот яблоком, да? Это вообще, наверное, будет имбово. Ну, слишком мало времени для этого. Так, что там происходит? Там уже какая-то шавка бомбит, я так вижу, да? Грифон, а почему ты не бьешь волка, а? Скажи-ка мне на милость. Так, вот, смотрите. Яблоко у меня откатилось. Если что, мы с вами можем подождать тот самый момент. Слушай, волчар, ты достал там уже атаковать. Ну, когда он снимет защиту? Я уже готов бомбануть. Что-то он не хочет этого делать, представляешь? Волуном получил по башке. Ой, дурила. Давай, я помогу. Так уж и быть. То есть, ты хочешь сказать, что я должен все равно стрелять, да? Чтобы он хоть как-то активировался. Чтобы оно получало хоть какой-то урон, и после этого оно только начинает... Я понял. Вот так вот, значит, да? Пока не получит урон, он не собирается активироваться. Сейчас он будет своим лазером бомбить. Смотрите, видите, он моргает. Он моргает. Сейчас я попробую. Ну. Непредсказуемый просто вот эффект от этого кристалла. Когда же оно снимет защиту-то себя? Так, время истекло. Это понятно, что дополнительное время... Не хочет оно. Друзья, приходится, наверное, все-таки бомбить в него в холостую. Вот. Всем, что только можно. Вот смотри. Вот сейчас оно отстреляло, да, свое? Сейчас оно должно, по идее, отключиться. Но оно почему-то этого не делает. Что-то изменилось. А моя тактика здесь вообще уже бесполезна. Хорошо. Может быть, мне нужно здесь побольше войск выставить, чтобы он... Смотри, видишь? Вот. Да елки-похни, не успел, друзья. Вот, есть момент. Короче, вот в чем прикол. Оказывается, когда ты отправляешь войска, этот лазер активируется. Видишь, в этот момент он снимает с себя защиту. И только после этого я могу в него бомбить. Вот так вот это все работает. А когда у меня внизу не было войск, соответственно, ему некого было атаковать, и он просто стоял в защите тупо. Вот тебе и весь прикол. Ну-ка. Что-то молчит, пока ничего не делает. Абсолютно смотри. Не активируется. Хотя у меня... Каменный голем практически уже подошел. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай-давай. Снимай защиту свою, а. Я ведь жду, я готов. Полетела яблоко. Вот. Ты понял? Я был прав. Ну, добиваем. Отлично. Победа. Это никогда не надоест. Хе-хе. Да, я, конечно, не успел за отведенное время. Слишком поздно я понял стратегию этого дела. Но все-таки я выиграл здесь. Так. Встреча с вождем 2. То есть, подожди-ка. Как это встреча с вождем 2, если я еще даже не прошел первую встречу с вождем? Что здесь они придумывают? Как-то у них в разнобой все это дело идет. В любом случае, мне нужно идти в Викингландию, чтобы справиться с первой встречей. Да? Вот она, первая встреча у нас с вождем. В общем, будем, друзья, применять тактику, которую мне посоветовали. Для этого мне нужно взять магию заморозка. Так, магия заморозка. Заходим в снарягу. Выбираем магию заморозки. Вот она. Активируем ее. То есть, мы будем с вами замораживать троллей. И сразу же нужно будет их бомбить. Надеюсь, этот вариант прокатит. На всякий случай я улучшу наших... А эти тролли не получатся. Давай тогда улучшим наших драконов. Наших дракончиков мы улучшим до шестого уровня. Это, я считаю, очень хорошо. Ну что ж, друзья, давайте проверим, прав ли мой подписчик со своими комментариями. Начать бой. В общем, замораживаем и разбиваем. Так, здесь у нас идут супостаты. Ну, на них что? На них можно, я думаю, и Фрейю отправить. Фрейя должна с ними справиться здесь на изи. Ну, давай-давай-давай, родная моя бомби. Так, отлично. Ну, кто еще там? Никого не вижу. Вот они. Вот они, оглоедушки, идут. Хорошо, пробиваем-пробиваем. Время сейчас закончится, да? 7 секунд осталось. Мне будет их уничтожить, и все будет хорошо. Все, с ними справились. Так, что дальше? Дальше выпускаем с вами дракона. Так, ну что, проверяем. Значит, заморозка. После заморозки бросаем копья. Мой подписчик абсолютно был прав, друзья мои. Абсолютно был прав. Ну что же, тогда победа здесь будет, естественно, за нами. Просто я вот эту армию всю уничтожил, которая меня до этого досаждала. Тем более, у меня довольно неплохо бомбит дракон. Плюс я еще сейчас одного вызову. Ну, а с овнорогом, я думаю, мы с вами тоже легко справимся. Так, давай бомбить. Два дракона сейчас просто располосуют этого тролля. А если я еще и вызову и третьего? Хо-хо-хо. Вообще будет по красоте. Слушай, а если я вызову своего тролля? Ну, хотя бы посмотреть, как он выглядит. Так, подожди-ка. Вот этих вот девочек нужно истребить. По идее. Так, ну-ка, тролль. Где ты? Сколько же нужно? 80. Ну-ка. У меня пока просто обычный, друзья. Просто обычный тролль. Шикарно. Хе-хе-хе. Ну, что тут? Ах ты! Смотри, у него там дракон, друзья. У него тоже вышел дракон. Но его дракон помощнее будет, да, чем мой. У него такой бронированный. Подбил я его. Вышел еще один тролль. Где овнорог? Я не вижу его. Выходи, подлый трус. Хм. Что-то выжидает. А вот и он, ребята. Вот и овнорог. Начнем баловаться. Как тебе паршивец такой, а? Давай-давай, бомбить его. Со всех видов орудий. Так, а вон тех нужно уничтожить. Смотри-смотри, овнорог... О-о-о, я думал овнорог будет сильный. Смотри, его даже... Тролль неплохо троллит. Тьфе. Мои драконы сейчас, наверное, с ним разберутся. Так, давай-ка мы, наверное, еще вызовем одного тролля. Я также вызову шамана сюда. Даже двух. Смотри, они... Мои драконы просто ему не дают ничего сделать. Так, секунду. Секунду. Я смотрю просто, что у нас тут дальше пойдет дело. Отлично. По красоте. Сейчас я еще вызову тролля. Тьфе. Так, мир навсегда. Я получил достижение. Друзья мои, ну вы сами просто видели, да? Насколько легко убивать его с помощью заморозки, а потом уничтожать эти осколки замерзшие. Так, ролик что ли? И вот они встречаются. Дороги их конец. Воительница с севера и рыцарь и боец. Все битвы позади, а впереди победный пир. Надеялись герои, что восторжествует мир. Не ведали они, что их победа далека, и небо затянули грозовые облака. Из-под земли раздался гулкий рокот, а потом вдруг вылезло чудовище размером с целый дом. И поняли они тогда, что встретились с судьбой, но Гаррит заслонил девчонку с севера с собой. И меч свой верный, выхватив дракона, не страшась, сражался он с чудовищем, покуда мог дышать. И никому не ведомо, что стало с храбрецом. Но не ударил рыцарь пред зверем в грязь лицом. И храбрые герои, сражавшись за страну, навеки прекратили в ней раздоры и войну. Ну что же, друзья, как вы можете понимать, мы с вами прошли основную сюжетную линию. Но это еще не конец. У нас с вами история за сына Гаррита, которую мы недопрошли. Ну и еще там у нас будет четвертая последняя кампания. Ну что, друзья, давайте, наверное, это мы дело пропустим. И вернемся к нашим незавершенным делам. Так, королевское задание. А что будет, если я пройду теперь вот здесь вот встреча с вождем в вторую, как бы, часть, да? И я так понимаю, что... Ну давай попробуем. Может быть, концовка будет другая какая-нибудь. Кто его знает. Но в любом случае надо посмотреть. Снарягу. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. У меня здесь... Ага, у меня есть рыцарь, кстати, которого я могу взять. Так, на крутое дело дружественного бойца неуязвимым. В принципе, это тоже может мне пригодиться. Или лучше отхил взять. Лучше, наверное, отхил взять, да? Да, мы, наверное, возьмем с вами отхил вместо вот этой вот ерунды. Так, ангел. Сколько он отнимает здоровья, я не знаю, друзья мои. Тысячу. Что нам лучше сделать? Ай, даже не знаю. Ну давай улучшим. Фиг с ним. Давай улучшим. Чтобы урона побольше наносили. Так, и пробирочка. Есть ли смысл вообще ее улучшать? Наверное, нету. У нас, кстати, есть вот этот кристалл. Я его возьму в обязательном порядке вместо птички. Это же заморозка, так ведь? То есть я смогу теперь замораживать врагов. А значит и уничтожать. Ну тогда я могу сказать тебе, все у нас хорошо. Поехали, друзья мои. Все у нас сейчас будет просто замечательно. Почему ты спросишь? А я тебе сейчас объясню. Во-первых, я хочу посмотреть вот этого рыцаря. Я им не играл. Хочу посмотреть. Воу! Этот парень будет как-то пошустрее, чем Гаррет. Фига у него. Ничего себе у него, ребятушки. Болты взрывные. Да он крут. Я серьезно говорю, он крут. Этот парнишка шутить не любит. И мне он нравится. Так, ну что, время истекло, да? Так, у нас с вами есть заморозка. У нас с вами есть валуны. У нас есть... Ой! Сейчас им просто не поздоровится, ребятушки. Просто не поздоровится. Понимаешь? Это же вообще смачно. Я могу... Я могу их брать под свой контроль. Мало того, да? У меня есть вот такая вот штучка. Смотри. Хопа! Ха-ха-ха-ха! Теперь мы делаем вот так вот. Хоп! И погнали! Все! Это просто... Подожди, а какого фига? Мой-то погиб. Я не собирался этого делать. Так, надо еще, еще грифонов. Больше грифонов, друзья мои. Больше. Блин, конечно, вот не входило в мои планы уничтожить своего же тролля, которого я захватил к себе. Совсем в мои планы это не входило. Ладно, вызываем больше грифонов тогда. Вызовем также лучников. Вызовем также этого рыцаря. А ну-ка, как он издалека бомбит? Наверное, классно будет. Ну, неплохо. Я вижу, по крайней мере, что-то он отнимает. Здоровье у тролля. Потихоньку, потихоньку, да, заканчивается. Так, развернись. Воу, да он... Блин, кто нас подбил? Нас подбил дракон. Не подходить. Так, дай-ка мне кого-нибудь захватить. Давай вот это вот захватим. Воу, еще и промахнулся. Уничтожаем. Ну, давай, давай, давай. Я не забираюсь копье от... Ой, копье, флаг отдавать свой. Ну и что ты, что ты, что ты, что ты думаешь? Ты думаешь, я тебе так просто его дам от... Так, ребят, пора вызывать ангела. Вот это другой разговор. Так, флаг, где флаг? Флаг еще, блин, до сих пор... Да куда она бежит-то так? Грифонный, блин! Фух! Друзья мои... Ну, тут смотри. Тут постоянно выходят всякие пушкари. И тому подобное. Что-то мне совсем не нравится. Так, давай мы сделаем с тобой... Вот такой вот. Ага. Это бесполезно. Да ты достал, дракон, уже валить моих... Моих грифонов, блин, несчастных. Иди сюда, пушкарь, ты мне нужен. Будешь теперь за меня. Так, этого хмыреныша мы сейчас с вами должны уничтожить. Я просто боюсь... Видите, как флаг там слишком близко вон? Его просто нужно взять и... Все, и он будет у них на базе. Мне приходится контролировать это все дело. Как ты достал меня? Давай, давай, давай. Яблоками все, что у нас есть, будем с вами применять. Почему... Почему мои грифоны не атакуют его? Что не так? Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, смотрите, что... Ты понял, что сделал? Она там где-то, она где-то там, она замерзшая. Откуда он их вызвал? Блин, ребят, я опять продинамил этот уровень. Ну что, поехали. Так, встреча с вождем 2. Так, во-первых, я хочу посмотреть... Вот на этого рыцаря. А ну-ка. Вау-вау, нифига. Шинкуем. Ребят, смотрите, как это круто. Это великолепно просто. Так. Смотри, у него разорвные болты. Вот это зашибись, друзья. Вот это вообще просто сносит пачками всех. Вообще, нимба. Так, разобрался, что ли, со всеми? У нас еще даже 4 секунды было в запасе. Вот это да, вот это я понимаю, рыцарь. Так, друзья, у нас с вами заморозочка есть. У нас также есть камни, если что. И мы можем с вами что сделать? Так, что мы можем с вами сделать? Ну, естественно, мы можем в легкую вот этих вот... Вот этот вот весь отряд, наверное, заморозить. Сколько их там будет? Четверо, да? Погнали. Каждому по копишку. И этого будет достаточно... Ой! Отморозились. Так, придется, значит, вот таким вот действовать макаром. Слушай, а я могу своего, например, дружественного тролля захилять? А ну, проверим. Да, могу. И это замечательно. Если бы я еще попадал бы... Если бы я еще попадал бы, вообще цены не было бы. Так, друзья, что мы можем здесь сделать? Применяем магию. Так, у меня опять есть заморозка. Ну, я пока ее не буду применять. Давай-ка вот так вот проверим. Ангела. Классно. Сработано. Отлично. Идеально, я бы даже сказал. Дай-ка я сюда, наверное, бомбочку бомбану. Да, тут что-то как-то... Не айс. У меня есть хилка? Есть. Давай-ка нашего... Бедного тролля захиляем. Так, а вот это мне не нравится, что там наверху улетает. За ерунда. Ее нужно уничтожать, этого дракона. Потому что он будет мне сейчас моих грифонов всех уничтожать, да? Ну, что это за урон такой никчемный? Дай-ка я его так вот бомбану. Вообще ни о чем. Да и... Так, давай-ка мы его к себе заберем. Не вышло, к сожалению, друзья мои, его забрать к себе. Так, я знаю, что магия бесполезна, да? Против него. Давай тогда вызвать грифонов. Грифон должен с ним разбрать. Да он достал, ну серьезно, он летает тут. Слушай, я могу его заморозить, так ведь? Ага. Заморозка на него не действует, друзья. Заморозка на него не действует. Ладно, будем тогда овнорогу уничтожать. Ну? Так, овнорог. Давай еще грифонов вызовем. У нас есть магия, будем магию применять. А почему бы и нет? Ну и заодно и стрелять еще по пути. Слушай, это он достал моих грифонов, а? Уничтожать. Просто достал уже. Опа-на! Ты понял, что он делает? А ну-ка. Я не могу его взять под свое управление, друзья. Смотри, что делает. Он пробил ворота, да? Он, по минимуму, ворот, по-моему, там что-то уничтожает еще. Так, слушай-ка, а этих-то там не слишком дофига. Образовалось. Давай их нахлобучивать. Слушай, а если мне вызвать, например, нашего рыцаря? Что ты насчет этого скажешь? Так, давай-ка мы, наверное, так вот сделаем. Что такие мощные-то, эй? Ну-ну-ну-ну. Эти девушки быстроходы. Так. Где наш рыцарь? О-о-о! Совсем другое дело. Давай, не будем подпускать. Тут, правда, дракон летает. Судара, ты понял? Он с удара моего рыцаря накрыл. Будешь теперь за меня драться. Все из этого дракона, а? Он очень много мне... В плане. Побежала она. Так, давай расстреливать овнорога. Вот что бы то ни стало, а? Так, а если я, предположим, вызову... Да кого я тут вызову? Никого не могу. Голема. Вот, пускай голем с ним и разбирается. Так, я не буду пока тратить заморозку. Мало ли она мне пригодится. Ну, там осталось-то ему жизни. Фиг да нифига, смотри. Этому овнорогу. Что же делать-то, а? Не хватает у меня еды. Главное, чтобы никто больше не вышел. Главное, чтобы никто не вышел. Не какие-нибудь там големы или еще что-нибудь. Сейчас я его расстреляю. Смотри, у него здоровье совсем немножко. Есть! Победа! Легче легкого. Ну, я бы не сказал, конечно, что легче легкого. Но, тем не менее, я победил. И должна быть, наверное, заставочка, да? Ну, что же, ребята, вот мы как бы и прошли две части с вами. Основную кампанию и кампанию за викингов. И за всех за них одна и та же была заставка. То есть, получается, нам с вами нужно проходить оставшиеся две кампании. То есть, от изгоя до спасителя и королева воинов. Мне сказали, что у них заставка, по-моему, будет одинаковая у обоих кампаний в конце. Но, по-моему, немножко другая история. Ну, я думаю, что этим делом мы займемся уже с вами в следующей серии. Так что, всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам! Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»